что я собралась делать моя любимая большая кастрюля и в нее влазят все мои кастрюльки которые можно кипятить видите крышки опять все покрылись пленкой кастрюли тоже такой пленочки которую ну как бы железной щеткой их нельзя чистить поэтому я прокипячу к новому году у меня будут блестящие чистые кастрюльки и чайник в том числе вот я и вот сюда у меня все сюда залазит я вот так перу закрываем наливаю воды ставлю на газ сода плюс детский порошок и кипячу часа два все будет как новенькая так я беру детский порошок примерно 2 столовые ложки и одну треть пачки соды сода обычная пищевая я где-то вот так вот высыплю две части останется вот и все это будет у меня кипятиться и вся пленочка вся вот это вот вся желтизна все 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 уйдет так мика куда залезла быстро отсюда вот видите какие мне кастрюльки с пленочкой они всегда сейчас я вам покажу какие были видите и и чайник и все крышечки они как бы с пленкой ну и эту пленку просто так не отмыть это нужно столько усилий я это не люблю я просто беру порошочек и полной столовой ложки и одну треть пачки соды так я надеюсь чуть-чуть еще все это все у меня перемешается прокипятится и исчезнет это ничего не размешивала но все само там будет кипеть и будет все размешается крышечка даже от чайника я ее тоже сюда пусть сверху она на то капроночка все равно здесь создается все вот эти крышечки все 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 кипячу вот помощница посмотрите какая у меня крышечку давай буду на эту на кастрюльку никуша забираю слазь отсюда слазь давай моя девочка слазь слазь говорю все закрываем засекаем время и кипятим вот и сварились мои кастрюльки сейчас мне нужно я всю не буду тащить полоскать в кухне я по одной крышечке или сюда в стазик укладываю воду не буду тащить и понесу их ополаскивать в раковине вот так достаю по одной складываю горячий конечно кипяток нужно будет очень осторожно осторожненько выложить листья сейчас я их только кисточкой смахну и все вуаля все будет чистенько вот эта вот вся желтая пленка она просто так она не отмывается как бы поэтому я их кипячу и потом вот так вот щеточкой раз 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 и все она просто легко ответить все она вот вот была желтая смотрите два раза вы провели все вся эта пленочка исчезает то есть безо всяких усилий а когда она грязная и ее так не отмоешь это бесполезно хоть три хоть затрись хоть что делай а тут сейчас раз раз и все все вот эти вот как бы вот эти вот места они все в жиру же когда варишь все равно все это скапливается и потом естественно во первых некогда все это отмывать во вторых оно и не отмывается ее как бы поверхностно помоешь и все а потом она уже не отмывается внутри ее нужно обязательно кипятить и вот эту всю пленочку прямо легко вот этой вот щеткой смываете вот эти вот все места взять мне здесь потому что здесь все скапливается вот в таких вот местах я вот раз в полгода наверное раз в три месяца когда получается и там конечно нету возможности мыть лучше весной и зимой тогда побольше мне времени будет чистенько все как вы отмываете свои кострюлю если вот чистить каким-то там средствами ой это только мне не пишите я такое не люблю я раньше покупала какие-то там супер средства для чистки печки но всего раз-два почистила больше не захотела это такая нудятина это просто жесть ковыряться там стоять часами здесь хоть чуть-чуть прокипятил сполоснул и все красота вот она видите прям голкая пленка так то вроде по идее кажется что чистыми и крышки и кастрюли но на них вот эта пленка жирная она она прилипла навсегда и поэтому обязательно нужно прокипятителю полотно может быть моющая а сюда моеньки все это вымывает но ничего не вымывает вот видите желтый знак кругом в общем вы меня поняли так крышки делаем и так же кастрюли кастрюли конечно легче смываются там пленка раз-раз и все в крышках есть вот эти места загнутые и они не смываются смотрите какой у меня чайник был вот видите какой он ну хоть его мой хоть не мой а теперь вот так берешь просто потому что он откипел вся желтизна раз-раз-раз и вся сейчас смоется только сполоснуть и все даже вот это дно оно все откипело внутри тоже если у кого вода плохая она оставляет накид поэтому обязательно нужно все это промывать внутри вот как блестит теперь чайничек всего лишь прокипятили и все не нужно его шоркать сейчас также кастрюлю смотрите какая кастрюля видите вот этот налет желтый вот он прям вот видите и он махом сейчас он весь смоется просто щеточкой пройдете и все это возле ручек вот здесь все вот это все накид понимаете вот это все накид здесь все накид это все махом можно смыть вот пошла пленка даже ручки все эти все готовы кастрюльки мои к новому году чайничек как новенький видите вот этим кастрюлями уже три года то есть ну скоро по крайней мере три года мы их купили весной девятнадцатого года и вот двадцатый двадцать первый весной двадцатого года будет им три года все вот так вот я их все время отмываю иначе кастрюлю по другому никак не отмыть их главное не запускать и чайник чайник конечно ему уже точно три года вот вот такой простой способ сложил в кастрюлю насыпал соду порошочек часа два кипят вначале закипает потом часа два кипят и все немножко вода остыла достаете и споласкиваете обычно какой-нибудь вот такой вот щеточкой я вот такой щеточкой она мне давно тут она по-моему даже в этом доме была я уже не помню мне кажется она тут и была жила на кухне так она и осталась мыть посуду все новый год с чистой посудой ну что остаешься за старшую и кто тут 10 рублей уронил так мы поехали за продуктами на новый год а ты давай тут хозяйничай ладно не балуйся елочку тебя закрыли все пока пока солнышко пока красивое небо но даже сегодня лебеди летели мы их не сняли надеюсь они в Величковку летели мы приедем и там его снимем мандуриня 77 нам нужно шампанское хорошее вот такое возьмем а это брю нам надо полусладкое полусладкое у нас какие-то орешки красивые продаются получается по 490 лимон я купила лишь орешки по 590 смотри какие вот это орешки мы выросли у нас есть такой вот эти конечно красивые вообще капуста по 47 вот апельсинки шампанское далее у нас по списку идет имбирь взяли яблоки можно взять и сгущенку пойдем посмотрим рогачевскую попросил вот вот если она ест то скидки приходят а где у них гусенка вообще не вижу ну здесь такие банки видишь только с крышками со снимающимися нам нужна банку которую можно варить рогачевская но она скорее всего стоит на полках ну сколько шампанского нарезали по 190 по 200 по 300 никакого только нету где у них может ли гусенка вот эти взяли вообще невкусные не берите вот селяночка где-то был наверное с той стороны вот селяночку возьмем хороший рис так круглозернистый чтобы был шлифованный круглозернистый длиннозерный 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 я не беру я не люблю друзья мы съездили в магазин вот смотрите какие покупочки сделали селедка для салата под шубой сгущенка рогачевская я ее сварю и постряпаю тортик медовые мандаринки хлеб белый черный взяла вот такие вот ножки свиной и говяжью это на холодец взяла яблоки по 35 рублей взяли вот такую форель форель конечно дорогая по 1100 килограмм здесь около 3 килограмм два с лишним это рис селяночка капуста нибирь такое полусладкое игристое вино как вместо шампанского но оно очень вкусное хорошее я брал дирсо мы такое брали в прошлом году и оно еще вкуснее чем шампанское так что вот такие покупочки самая главная покупочка посмотрите что я купила наконец я купила себе вазочку сейчас я вам покажу теперь можно будет вот эти розочки они еще довольно таки прилично выглядят сейчас я их вытащу вазу и поставим вазу друзья смотрите пока розы стояли и вот с почек у них пошли вот здесь вот как бы ну видите отростки я вот думаю может быть черенковать и поставить их в землю и они дадут корни и у меня будут такие розы красивые сейчас я пока поставлю воду пока мне некогда этим заняться теперь у меня вот такая прекрасная ваза видите красота да сейчас водички наливаем наконец-то я вазу свою купила господи сколько уже все время забываю забываю тут прям стыдно стало что нету вазы зашла и купила 450 рублей такая ваза стоит такие красивые цветочки розочки в общем вот такие покупочки сделали к новому году и будем готовить холодец будем готовить в общем потом я расскажу что мы будем на новый год готовить рыбку обязательно посолю сама каждый год солим очень вкусно получается ну и подкуба обязательно сделаем поедем как там и все 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 все